Ребята, всем привет! Ну чего, дело идет к Новому году, и многие блогеры показывают на своих каналах новогодние рецепты какие-то вкусные, изысканные и сложноготовящиеся. Ну потому что праздник, а на праздник надо, чтобы было блюдо какое-то эксклюзивное, а не повседневное. Вот, и наш канал не исключение, я вам тоже покажу замечательный рецепт, замечательные бутербродики мы с вами сделаем, которые могут лежать с краешка, где-нибудь вот тут, с краешка праздничного стола и служить как закусочным оборудованием. Для рецепта нам понадобится майонезик родненький, куда ж мы без него, чесночок, лучок зеленый, черный хлеб, селедочка, яичко, маринованные огурчики и свекла. Что это за штука такая интересная? Это, ребята, ой, это, ребята, яйцеварка. Да-да, не удивляйтесь, такое существует на свете, яйцеварка. Мы берем вот такой вот стаканчик, он мерный, ну количество воды наливайте, вот здесь вот меточки есть, да, как вы хотите сварить? Хотите сварить вкрутую, хотите в смятку, а хотите, ну просто такое, нормальное, чтобы было. Мы его сварим, чтобы было нормальное, медиум, как стейк, да, прожарка медиум. Вот, заливаем воду, устанавливаем яичко, нам потребуется одно, ну тут в зависимости, сколько вы будете делать бутербродов, там 10, 20, 3, 4, 5, вот, короче, количество ингредиентов, все зависит от количества бутербродов. Я делаю, ну, сколько у меня там получится, ну, 2-3 бутербродика. Так, ну и все, включаем в розетку, это вытаскиваем, это включаем, так, и крышкой накрываем. Ну и пошло варенье, пошла варка, вот, и пошла варка. Ну, а мы пока вместе с вами, ребята, возьмем свеколку, свекла у меня вареная уже, это вареная, я купил вареную. Чего заморачиваться, да, мыть, варить, когда можно купить уже вареную. Так, одну штучку я заберу отсюда, вот, одну штучку аккуратненько, это на борщ, это пойдет на борщ. Как-нибудь мы с вами и борщ сварим в реальном времени. Так, и нужна, ну, потребуется терка. Мы просто берем и трюм, берем, берем, на мелкой терочке трюм. Вот, боковушка, боковушки просто трюм. В чем преимущество яйцеварки? Ну, то, что вам не нужно время засекать, да, когда закипела вода, она вам сама варит и отдаст сигнал, когда уже будет яйцо готово. Вот, ну и разной степени варки, прожарки, все, хочу сказать, прожарки. Вот, вы ставите, вам надо, например, вот, вкрутую. Бах, поставили, бах, получилось у вас вкрутую. Так, следующим пунктом мы возьмем зеленый лучок. Ого, уже красиво, да, получается? Будет еще краше. Следующим пунктом мы берем вот такой вот замечательный прибор, называется он чеснокодавилка. Закидываем в него два зубчика чеснока и выдавливаем в нашу красоту. Опа. Я чеснока особо не любитель, честно сказать, но здесь он должен присутствовать, поэтому я немного. Два зубчика это немного. Ну и следующим пунктом вкусный, ароматный, душистый майонезик. Как же без него, обходится ли без него хоть один праздник? Конечно, нет. Опа. О, когда я услышал первый раз этот звук, я на табуретке подпрыгнул. Это запищала яйцеварка и сказала, что яйцо наше сварилось. Так, ну и, конечно же, его нужно под холодную воду. То есть я беру вот такой штучкой, опа, так, и под ледяную-ледяную водичку. Пусть чай остажается. Яйца нужно держать в холоде, прежде чем их резать. Еще есть фишка варенья в яйцеварке, что яйцо на выходе очень легко чистится. Прямо сами с коробки отлетают, это очень круто. Особенно если надо, да, вот, много тебе. Сейчас как раз праздники впереди, а надо яйца, майонеза будет, надо много. Ну и яйцо мы тоже туда же и тоже на мелкой терочке натираем. Ну и, конечно, получившуюся смесь мы перемешаем. То есть вы поняли, да, мы сейчас, по сути, сделали намазку. Намазочку на хлеб. Для душистости я добавлю туда вот такую приправу для салатов. Я ее везде добавляю. Мне очень нравится эта приправа. Она душистая, тоже изумистости придаст. О! Нормалды! Далее, ребята, нам потребуется сковородка. Зажигаем. Поджигаем, да? Поджигаем огонь. И устанавливаем, так, не падать, сковородку на прогрев. Все хорошо в этой сковородке, но вот только у нее очень длинная ручка. И она, видите, когда пустая, она бах, вот так вот падает. Так, понадобится нам ядрическая сила, ребята. И я опростоволосился. Так, елочка. Я опростоволосился. Я когда ходил за ингредиентами, я совершенно забыл о том, что у меня закончилось подсолнечное масло. Идти за подсолнечным маслом в магазин мне не охота. Поэтому я возьму оливковое. Ничего страшного. Страшного, ничего страшного. Нам жарить ничего не надо. Нам просто нужно поджарить. Жарить и поджарить. Это разные вещи. А поджаривать мы будем черный хлебушек. Черный хлебушек, черный хлебушек, черный хлебушек. Так, разрежем на две половиночки. Чтобы все было, как сказать, в стиле ревомочной. Блин, как-то неровно у меня получилось. Заменяем. Заменяем. Так, отмеряем. О, теперь ровнехонько. Это мы потом с борщом съедим. Так. Вот. Сделаем четыре бутербродика, да? Так, наливаем маслице наше на сковородку. Я предварительно прогреваю сковородку. Ну и чтобы, если там есть капельки воды, чтобы они испарились, чтобы не трещало. После того, как я налью масло, чтобы не трещало. Так. Хлебушек не нужен. Вообще, конечно, оливковое масло на нем ни в коем случае нельзя жарить. Его нужно кушать с салатом. Вот. Ну или еще куда добавлять какие блюда. Ну не жарить на нем точно. Ну, от безысходности, да? Вот так. Ну, я думаю, что подогрелось. И выкладываем хлебушек. Ой, слушайте, прям это от оливкового масла такой идет дух. Я своим ничего не чующим носом даже вот чувствую запах прикольный. Знаете, такой даже ресторанный. Вот я в ресторане когда практику проходил давным-давно. И там вот прям запах оливкового масла. Там то и дело делали всякие разные салаты. Вот. И вот прям запах оливкового масла. Я вот этот помню. И мне, знаете, вот он сейчас возвращается. Возвращается. Ммм. Очень ароматно. Так. Ну, хлебушек поджаривается. Он быстро. Видите? Вот. Моментально. Моментально. Опа. 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 Не до сухаря. Не до сухаря нужно поджаривать, ребят. Все. Минутку на одной стороне, минутку на другой. И как помните в той рекламе. Чай готов. Так. Ну и выкладываем на большую тарелку. Потому что мы будем еще оформлять оборудованием. Ну, и тарелка, конечно, должна быть праздничной, новогодней. У меня не новогодняя, да? С розочками. Ну, давайте считать, что это новогодние розы. Ну, а дальше все очень-очень просто. Вы заметили, что намазку я не посолил. Я не посолил. Потому что огурцы еще пойдут. Ну, и селедочка сама она соленая, да? Да, я добавил специи, но не посолил. Так, дальше мы намазываем по всей структуре хлебушка. Стараемся делать это аккуратненько и красиво, чтобы намазка за края не вытекала. Чтобы был эстетизм. Вот, обязательно. Это же праздничная закуска, да? Обязательно эстетика должна быть и красота. В гости придут, скажут, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Как всегда, банка открывается плохо, запечатана на совесть. Поэтому мы берем открывашку и немножко ее поддеваем. Воздух спустили. И теперь она легко открылась. Так, ну, пара-тройка огурчиков пойдет. Небольшие вот такие корнишончики. Так. Ну и режем их вот. Пластинами такими. Слайсами, так сказать, да? Режем слайсами. То есть вот такая вот нарезка. Вот. И сразу укладываем на хлебушек. Ну, а то, что останется такое неказистое, в рот суем. Заметьте, ребята, не все неказистое можно ссывать в рот. Следующий. Слайсиками нарезал. Положил. Опа. Опа. Вот такой получился результат. И завершает всю эту композицию. Правильно, ребята, вы догадались. Селедочка. Вот. Ну, можно селедку брать вот просто было, знаете, такими маленькими кусочками. Она уже порезана там во всяких соусах, там, винных каких-то соусах, еще каких-то соусах есть. Вот. Ну, я взял вот такое вот филе. Селед филе. На нее стояла акция, да? А на тех не было. Ну, как я могу, если стоит акция, взять что-то другое? Изменить акционному товару, ребят. Ну, как можно? Это же преступление. Вот. Поэтому, в общем, порезать мы можем и сами. Так. Вот она длинная, да? Сейчас я покажу. Вот такими кусочками она порезана с приправами, видите? Я ее вот на две половиночки и тоже, и вот так вот. Опа. То есть, опа. Вот так вот. Опа, опа. Нету оператора у меня, к сожалению. Опа, опа, опа. Отдал. Бах, отдал. Вот. Видите? Вот так вот отдал. И вот так вот каждый. Одной рукой приходится снимать, мне второй рукой. Середку нарезать. Ну, что делать, ребята? Я рад для вас стараться. Рад снимать для вас хорошие видосики от души и сердца. И нас вот эти вот трудности не пугают. Трудности съемки, моносъемки. Так, ну и, в общем-то, все. Я знаю, что пора мне менять эту доску. Она вот здесь вот внизу почернела. Вот. У меня вообще есть профессиональная. Мне наш уважаемый зритель Андрей подарил. Но я про нее, блин, забываю, когда начинаю снимать видеорецепт. Она у меня на балконе лежит. Вот. А это повседневная. Понимаете? Вот так вот ставишь, да? Вода вниз стекает и получается чернота. По идее, доска должна висеть. Тогда никакой черноты не будет. Надо пойти завтра купить другую. Вот такие получились очень порядочные бутерброды. И они могут вам послужить. Аки закусочное оборудование. Селедкой пахнет. В лесу родилась елонька. В лесу она росла. Ну что? Ну, коли бутерброды у нас закусочные, нужно провести тест. Тест, так сказать, да? Чтобы что-то налить, чтобы это что-то закусить. Петровский регламент. Ядритическая сила. По регламенту. Так. Не примите за пьянство. Примите за тест. Так, ну что? Ой, тепленький хлебушек. Порядочный. Обязательно он должен быть теплым. Ну, понятно, что он стоит на новогоднем столе. Когда до него там народ доберется? Так может быть и сразу, да? Ну, не сразу, так не сразу. Значит, остынет. Ну, теплое это классно. Так, ну что? Будьте здоровы, живите богато. От души и сердца. Шикарно. Как в рюмочной. По сути, можно сказать, что мы положили на наш хлеб селедку под шубой, да? То есть, это селедка на шубе. Есть под шубой, а это на шубе. Ну, это классно, ребят. Это очень классно. Ой, как в рюмочной. Как в рюмочной. Мне рюмочной вообще нравится, знаете, вот советский стиль вот этот. Как-то поначалу мне он не очень заходил. Ну, почему большинство рюмочных делают под советский стиль какой-то. Ну, потому что в большинстве люди ходят в рюмочные, которые в советское время жили, и они помнят. И ты пришел, тебе ностальгия, да? Невозможно остановиться. Этот бутерброд хочется съесть прям весь. Ну что, между первенькой и вторенькой перерывчик очень скоренький, да? Как я хочу отмечать Новый год, ребята? Ну, конечно, хочу я отмечать его весело. И, конечно же, с семьей. Хочу отмечать весело и буду отмечать с семьей. Новый год семейный праздник, именно семейный. С друзьями можно потом встретиться, на следующий день. А Новый год важно провести с семьей. Давайте выпьем за нашу, ребят, семью. За наших пап, мам, бабушек, дедушек. Дай бог им здоровья и долгих лет. Пусть их ворает от души и сердца. Так. Ну, это обалденно. Ну-ка, как тебе такое, Илон Маск? Сейчас он где-то там икнул, скажет. Как вы меня задолбали, ел-мольё, а? Понимаете, вот нет ничего лишнего в этом бутерброде. Ничего лишнего. Это настолько классно всё сочетается. Ну, яички, конечно, надо варить. Чем круче, тем лучше. Чем на терочке, бах-бах-бах. Ой, классно, а? Новогоднее настроение стало появляться. Вот действительно, смотришь какие-то новогодние рецепты, и появляется новогоднее настроение. У нас, тем более, снежок такой хороший, пушистый. Много-много разных существует, ребят, закусочных бутербродиков. И, конечно, я буду потихонечку выпускать ролики про бутербродики. Даже это пусть будет не приурочено к какому-то празднику. Ну, просто так. Просто так. Кстати, мандарины в ленте хорошие. Вот сегодня забрал, если что. Кто в ленту ходит, то там завезли. Надо брать. Так. Ну что, завершающую. Так, давайте вот эту мы доедим. Ну, а следующее, ребята, мы поднимем за материальное благополучие. Деньги очень важный гаджет в нашей жизни, да? Вот. Побольше вам. Чтобы доходы были стабильные и только все приумножалось. Да. Денежки нужны. Вот. Ну, вот хотя бы плиту новую можно на них купить. Давайте, ребят. За финансовое благополучие. От души. Знаете, вот хлебушек хрустит тоже так классно. И огурчики хрустят. И хлеб одновременно хрустит. Обязательно нужно его пожарить. Обязательно. Ну, а то, что он получился у меня на оливковом масле. Ну, в общем, вся эта гармония, представленная сверху, она не дает пробиться вкусу оливкового масла. Так на оливковом масле даже поинтереснее у него вкус у хлеба, чем на сливочном. Извините. Извините. На подсолнечном. Но не дают пробиться вкусу селедочка и все остальное. Между прочим, такой бутерброд в рюмочной будет стоить, стоить чем-то рублей. А у вас их четыре получилось. Еще продукты остались. Завтра вот у меня, например, из свеклы... Свеклы? Из свеклы. Завтра у меня, например, из свеклы я буду варить борщ. А на второй у меня будет оставшаяся селедочка с картошечкой. Я считаю, что порядочная. Ну, или можно еще таких бутербродов накрутить. Так что вот так вот. Все, как говорится, все в дело, все в дело. Нет, хорошо, хорошо. Вот если я завтра сделаю, картошечку сварю, селедочку и огурчики маринованные на второе, да? Порядочно. Вот, ну, бутерброды что? И к Новому году еще накрутим. Я думаю, что мы на новогоднем столе... Ну, я не у себя буду дома отмечать, у мамы, я вам уже говорю. Вот. Она посмотрит этот ролик, запишет рецепты и тоже такие же сделает. И где-нибудь там в уголочке поставит их. В уголочке поставит. Вот. Ну что, ребят? Всего вам хорошего. На ход ноги. Давайте на ход ноги. Уговорили. 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 Ладно, на ход ноги. А давайте закусим тогда самым новогодним фруктом. Мандаринчиком. Ну, просто я хочу этот бутербродик еще в инстаграмчик отправить. Вот. Инстаграм ссылка в описании к этому видео, ребята. Если я его сейчас сбурляю, это мне надо новый делать, да? А новый делать у меня тут уже... Ну, я уже немножечко брякнул. Уже на расслабоне. Вот сейчас опять с этим все возится. Вот. Так что оставим для инстаграмчик. Посмотрите, там будет бутербродик этот в инстаграмитизации моей. Так. А мы сейчас вот мандаринчиком, да? Встретим Новый год заранее. Заранее не встречают? Ничего страшного. И вот у нас. У нас и встречают, и поздравляют. Чуть-чуть капнем на ход ноги, да? А то неудобно. Неудобно сказать, что ушел ядрился. На пассажочек. Хочу поднять этот мандаринный тост, знаете, ребят? За то, чтобы наши праздники никто и ничем не омрачил. И мы сами себе в том числе и не омрачили их там перекладиком каким-нибудь, да? Вот. Или еще что. У меня был такой один Новый год, когда мы с приятелем вдвоем работали на дизеле, да? Буквально за пару часов взяли чекушечку для разминочки. Ну, просто, знаете, вот. Давай бряхнем, что ли, да? А потом дома тоже отметим. И мы, короче, взяли чекушечку с ним. Охреначили чекушечку. Потом еще одну взяли. Потом бутылочку. И в итоге домой я на Новый год приполз на новогодний праздник. Отмечать. Я приполз. И весь праздник я проспал. Ой. И вот, ребят, я желаю вам, чтобы праздник не был обрачен. Не усугубляйте с этим делом. Держите себя в руках, чтобы все было культур-мультур. Вот. Чтобы все было по красоте, как говорится. Давайте, ребят, от души. Так. Сладкие мандарины. И что для меня самое ценное, что они без косточек. Это самое классное. Я не люблю ни мандарины с косточками, ни виноград с косточками. Я все покупаю без косточное. Они мешаются, да? Надо бы их, это, выковыривать сначала. Вот, а это взял, отдал. Ну что, ребятушки. Я думаю, еще я вам сниму что-то новогоднее. Новогоднее, ну, я имею в виду по рецептам. Не то, что что-то новогоднее. Что-то новогоднее это 100%. И в том числе, новогодние рецепты. Так что, подписывайтесь на наш канал. Устанавливайте лайчонка. Заходите на стримчонка. Да что ж у меня уже за плит идет, ядрич. С 1716 года. Петровский регламент, да? Серьезная тема. Вот. Заходите на стримчонки, ребят. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Ну и увидимся. Пока-пока. Скоро Новый год. И это классно.